Вот одна женщина мне перед началом лекции спросила меня, она меня спросила, Олег Геннадьевич, я не могу быть женственным. Я говорю, вы уверены, что именно в этом проблема? Она говорит, Олег Геннадьевич, я служу постоянно, у меня куча подружек, все, я делаю так, все как надо. Но что-то счастья не хватает в жизни. Счастья не хватает, означает, что ты расходуешься, но не питаешься. Вот об этом и речь, понимаете? Потому что, если ты, допустим, служишь людям, оттуда идет счастье, но также нужно еще контакт с природой устанавливать и с Богом. Вот у нее с людьми энергия счастья достаточно сильно движется, но с Богом и с природой, похоже, меньше. Потому что если человек гармонично развивается, его разум в отношениях и с природой, и с Богом, и с людьми сильно работает, то такой человек не может быть обесточен. Понимаете, все люди имеют одну и ту же проблему, означает обесточенность. Мы должны силы отдавать знакомым, друзьям, родственникам. Даже если собачка заболеет, близкая, родная, ты за нее тоже переживаешь. Силы отдаешь всем. Но их же надо откуда-то брать. Силы родственники берут спонтанно, без нашего ведома. Мы, когда волнуемся о ком-то, означает, мы отдаем силы. Это энергии разума, энергии нашей силы, нашей жизни. Что делать? Одна проблема у всех людей. Проблема заключается в том, что люди не знают, как подпитываться. Для этого существуют определенные принципы, правила. Первое, что нужно понять, когда человек думает о себе, в это время он заряжаться не может. Зарядка вот этой энергии, силы, победы над судьбой всегда происходит, когда я думаю не о себе, а о других. Этот принцип «думание о других» означает обмен. Когда я думаю о себе, я зациклен на себе. Обмена никакого нет. Когда я думаю о других, тогда идет обмен. Когда я думаю о своих детях, происходит обмен? В какой-то степени. Но так как дети мои, мое, полноценного обмена нет. Нужно думать не о моем, а вообще о служении людям, служении природе, служении Богу. Поэтому нужно делать добрые дела. Вот эти отношения, добрые дела, когда человек делает, не имеется в виду своя семья. Это тоже хорошо. Но это не дает силы. Мы должны делать добрые дела для детей, для мужа, заботиться, служить, прощать, терпеть. Все мы должны. Силы это не дает. Это истощает человека. И вы поэтому говорили мне, я истощена. Потому что речь идет не об этом. Нужно просто о людях хорошо думать. Вообще о людях. Причем интересно знать, что очень сильно истощает энергия времени, которая поляризует отношения между людьми. Здесь всегда нужно мыслить противоположно, вопреки влиянию времени. Например, время всегда поляризует ситуацию внутри человека, внутри семьи, внутри общества людей. По отношению ко всей земле всегда в четыре стадии. Первая стадия по отношению ко мне. Мне что-то здоровье какое-то похуже стало. Что-то я не чувствую себя здоровым. Первая стадия влияния времени. Вторая стадия влияния времени. Похоже, что я болею. Может быть даже что-то болит у меня. Какой-то орган, что-то боль начинается, какая-то болезнь. Недомогание. Похоже, что я болею. Третья стадия боль, неприятные чувства, страдания. Четвертая стадия – это кризис. Когда человек реально может погибнуть от болезни. То есть болезнь стала сильной, могущественной. Она его косит, с ног шибает. И он борется изо всех сил, сражается уже. Не просто относится к ней. Идет война за жизнь. В семье что-то кажется, что между нами нет взаимопонимания. У нас все было хорошо, что-то сейчас нет взаимопонимания. Часто люди начинают виновника искать. Ты или кто-то сглазил. Или родители виноваты. Или ты виноват, что у нас нет взаимопонимания. Кто-то виноват. Кто виноват? Время виновата. Ты в прошлом что-то сделал не так, сейчас получи и распишись. А мы, если начинаем кого-то искать виновного, что мы делаем? Мы изнутри себя время выносим наружу. Когда человек наружу время вынес изнутри себя, он не своей судьбой это считает, а чужой. Что это значит? Он с этим также никогда и не справится. Вот если муж во всем виноват, могу я исправить ситуацию в своей жизни? Нет. Чтобы исправить ситуацию в своей жизни, нужно оставить в покое мужа. Его вина это его вина. И назовняться собой. Иначе шансов восстановить отношения нет. Спасибо за подтверждение. В ведах есть такая наука, называется прашна. Это наука событий вот этих. То, что мы боимся всего, это на самом деле надо не бояться изучать это, но в спокойном сердце. Когда происходит какая-то важная информация, и кто-то падает со стула в время лекции, громко чихает, или звонок раздается, это значит, что Бог подтверждает. Что-то важное, когда произносится, тишина, пауза, потом... Чи! Так, мы еще раз заметим несколько раз. Итак, мы с вами движемся вперед. Сейчас мы с вами говорим о времени. Как оно влияет на жизнь, на нашу. В семье вторая, первая стадия плохого влияния. Что-то не так пошло. Мы как-то друг друга недопонимаем. Вторая стадия. Мы несовместимы. Что-то несовместимы мы с тобой. Какие-то мы разные. В общем, как будто чужие. Третья стадия. Ты плохой человек. Я хороший человек, ты плохой. Все. И четвертая стадия. Это вражда. Ненавижу. Я тебя ненавижу. Жить с тобой не буду, я тебя ненавижу. Все. Семья развалит. Человек уходит. Между странами. Первая стадия. Недопонимание. У нас такое понимание вещей, у вас такое. Вторая стадия. Мы хорошие, они плохие. Третья стадия. Они враги. Враждебно настроены против нас. Четвертая стадия. Война. Что делать? Запомните, есть только одна сила, побеждающая время. Как называется эта сила? Сила называется любовь. Она может по-разному действовать. Например, в семейной жизни. Это энергия прощения. Принятие прощения. Терпение. В отношениях с организмом, со своим, любовь означает не волноваться, не беспокоиться, трудиться над своим здоровьем. Правильно питаться, давать контакт достаточный с природой. Три фактора победы над болезнью. Первый фактор – понять, что кушать. Второй фактор – понять, какая энергия природы мне нужна. Третий фактор – движение. Запомните? Три фактора победы над болезнью. Движение достаточно, не двигайся, ты болен. Нет, наоборот, надо двигаться, потому что ты болен. Дальше. Питание. Питайся тем, что нужно, чтобы вылечиться, а не тем, что хочется. И третий фактор – это природа. Иди туда, где та сила находится, которая тебя вылечит. Природа может вылечить. И должна вылечить, на самом деле. В отношениях между странами. Конечно, мы должны выполнять свой долг, если идет война, мы защищаем Родину, это факт. Но как я должен настроиться, чтобы победить это время, это время, не времени? Каждый человек же побеждает. Вот представьте, если все люди в России сейчас так настроятся. Что произойдет? Мир. Как настроиться? Нужно разделить людей и вражду. Вот люди в каждой стране хорошие. Нет врагов. Вражда идет от политической необходимости. Каждое государство при плохом влиянии в времени защищает свой интерес. Поэтому наступает враждебная ситуация. Но чтобы поддержать государство, оно настраивает людей на свою сторону. Естественно, что приходится считать, что они плохие, другая сторона. Но люди, когда по-доброму относятся к людям, плохая ситуация тает. Они теряют силу. Мы не должны ненавидеть никого. Это главный принцип. Даже человек, который хочет победить врага, он не должен его ненавидеть. Ненависть ослепляет. Человек теряет концентрацию, правильное внимание. И он не может, ненависть не дает возможности чувствовать присутствие смерти. Смерть, прежде чем тебя коснуться, всегда предупреждает. Это предупреждение может человек почувствовать только в спокойном состоянии разума. А спокойное состояние разума всегда бывает только у тех, кто всех простил. И ко всем относится по-доброму. Доброе отношение означает не наказывать. Ты можешь наказывать. Даже можешь уничтожать врага, если он торгается на твою территорию. Но при этом ты не должен ненавидеть. Ненависть разрушает жизнь. Начал ненавидеть кого-то, приближение смерти не увидишь. Все, шансов никаких нет. Твой разум попран. Значает интуиция, способность здравомыслить, принимать. Правильное решение разрушается. Теперь, мы с вами сейчас будем говорить о методах усиления разума. Знаете, что все эти методы находятся под запретом обсуждения вообще в людской среде. Почему? Потому что они все меняют жизнь. А когда жизнь меняется, среда людей на это реагирует очень болезненно. Но это не значит, что жизнь не надо менять. Все, что связано с изменением разума, находится под строгим прицелом людей. И они боятся этих вещей, как огня. Первое, что меняет разум, это святое место. Люди боятся святого места. Никто же просто так в храм не заходит. Я первый раз, когда в храм зашел, чтобы поклониться алтарю, я вспотел. Вот реально вспотел, чтобы себя заставить это сделать. Мне было тяжело. Мне мой ум и разум говорили, зачем? Что ты хочешь? Зачем ты это делаешь? Я говорю, а какая разница? Я свободный человек, а что я делаю? Я хочу попробовать поклониться. Не надо. А вдруг ты попадешь под влияние? Что потом с тобой будет? Другими словами, психика человека бунтует очень сильно тому, что связано с изменением жизни. И у вас сейчас тоже будет бунтовать. Если я говорю вам об этом. Я же не говорю вам, в какой храм вам пойти. Вы сами выберете. Домашнее задание. Сходите в любой храм и попробуйте там поклониться. Видите, что это непросто. Потому что это уже изменение своей жизни. Ты уже устанавливаешь отношения с высшими силами. А до этого мы сами от себя зависели. Мы не хотим брать энергию у природы, поклониться матери с земли. Никто не кланялся земле. Поклониться родителям своим. Я не забываю об одном на краю родной земли. Поклониться матери с отцом, кем бы они ни были. Большинство из нас никогда не кланялись матери с отцом, правда ведь? Мы не кланялись матери с земле, хотя мы по ней ходим. То есть, другими словами, это уже запретная тема. Это тема других отношений со всем, с этим миром. У нас потребительское отношение к этому миру. Мы просто им пользуемся. А служить, любить, кланяться, это уже выше человеческих сил. Вернее, это в его возможностях. Но для этого все в жизни меняется. Вода держит в себе силу изменения судьбы. Непростая вода. Вода, связанная с поклонением с Богом. Такую воду люди боятся. Говорят, это освященная вода, выпей. Чего? Говорят, нет, нет, извините. Я не хочу. У меня один знакомый, он сильно болел. И моя мама ему принесла поесть, покушать. И часть пищи была освященной. Он неверующий человек, вообще атеист. Он съел всю пищу, которая не освящена, А которая освящена, он сказал, что-то я боюсь это есть. Это что такое? Он был удивлен. Хотя это была обычная пища, которую он всегда ест. Он был удивлен, но очень испугался. Чувствуют люди. Чувствуют что-то не так. Духовная одежда меняет жизнь. Когда кто-то видит, человек идет в духовных одеждах, он пугается. Или сам, когда носит духовную одежду, тоже пугается. Это меняет жизнь. Все, что связано с этим, меняет жизнь. Отказ от спиртного меняет жизнь, судьбу полностью. Поэтому люди говорят, ну ты выпей хоть, ты пей понемножку. Зачем вообще отказываться? Ты что, сумасшедший? Ну хотя бы чуть-чуть выпивай. Но с точки зрения логики, какая разница, чуть-чуть выпивать или не выпивать совсем? Ничего же не изменится, правда? Нет, лучше чуть-чуть выпивать. Зачем? Какой смысл? Я не говорю сейчас о причащении, то есть о том, что это спиртным уже не считается. Туда же веселящий дух не входит. Эта жидкость связана с Богом в данном случае. Такое тоже может быть. Она может быть освященной. Я говорю сейчас просто о простой вещи, которая называется бухлом. Простое русское слово. Люди боятся от этого отказаться. Они считают, что это опасно. Опасность есть какая-то. Такой же пищей является мясо. Хотя, допустим, мы знаем во всех духовных традициях есть посты на мясо. Но отказ от мяса люди боятся даже об этом подумать. Потому что эта пища связана с судьбой. Человек, который ест мясо одна жизнь, перестал есть мясо другая жизнь. Поэтому часто врачи запугивают, они сами интуитивно боятся и запугивают людей. Говорят, без мяса жить невозможно. Это пища незаменимая. Почему она незаменимая? Потому что она держит человека в определенных представлениях жизни. Лев Толстой говорил, что вегетарианство это не диета, это образ мысли. Без мяса очень трудно мыслить, опасно. А вдруг со мной что-то не так будет. Хотя эти все белки, животные, жиры, углеводы находятся в молочных продуктах. Там еще лучше они перевариваются, усваиваются. Потому что там эмульгированы. Все молочные продукты, всегда все белки окружены жиром. Так, как и надо в нашем организме. Поэтому быстро усваиваются. Таким образом, есть зоны, в которых человек боится находиться. И боится не зря. Не зря. Потому что там меняется жизнь, в этих зонах. Эти зоны меняют жизнь, поэтому все люди всегда будут их бояться. Это такой же зоной, меняющей жизнь является зарядка, закаливание. Здоровый образ жизни в целом. Но меньше люди, как-то меньше на это реагируют. Но все равно реагируют. Они все равно будут подсмеиваться. Если вы будете рано вставать, делать зарядку, пробегать. А все остальные это не делают. Ну, два, будут немножко так, ну, типа, ну, ладно, давай. Как бы вот так. Чуть-чуть с иронией. Есть еще очень важные моменты, связанные с развитием разума. Но эти моменты уже возможно принять в своей жизни, если ты уже встал на путь развития разума. Я сейчас об этом хочу поговорить, потому что это очень важно. Человек, который не имеет контакта с каким-то объектом, который дает ему связь с источником его счастья, этот человек с трудом будет читать молитву. Нужен такой объект, который сильно возбуждает память об источнике счастья. Например, таким объектом является какой-то талисман, связанный с Богом. Может быть крестик, допустим, или четкий. Таким объектом может являться, допустим, земля со святого места. Это может быть икона, которую вы получили в каком-то святом возвышенном месте. Это может быть священное писание, как у мусульман, допустим, книга, Коран является объектом, который память дает о Боге сильную. Это может быть написанное имя Бога, допустим, как мусульман имя Бога пишется и поклоняются имени Бога и так далее. То есть во всех традициях духовных все это по-разному, но идея такая. Если ты с любовью вспоминаешь об этом объекте, то твоя судьба в этот момент отступает. Это стопроцентный факт. Человек должен взять предмет, связанный с Богом, поместить себя в атмосферу, где очень сильно все поют, думают о Боге, там поклонение идет. Он должен вырваться из объятий своей боли. Он должен в лес, допустим, пойти или к людям пойти там, где у него есть вера. И он должен очень сильно погружаться в служение не себе и не своим проблемам, а тому, что его из этого может вырвать. В этом заключается принцип победы над судьбой. Когда человек начинает думать о Боге, в какой-то момент он может заметить, что мысли о том, что жена ушла, становятся спокойнее, остывают. Жар, огонь перестает гореть, огонь страдания тухнет, человек успокаивается. И обычно человеку кажется, может быть это неправильно, у меня жена ушла, уходит, а я спокоен. Это же не безразличие, правда? Это спокойствие другую природу имеет. Это спокойствие имеет природу силы, победу над судьбой. Не надо бояться, надо ждать этого спокойствия. Когда человек думает о Боге, и у него спокойная психика наступает, несмотря на то, что рушится жизнь, это значит, что первая стадия победы над судьбой уже пришла. Вторая стадия такова. Человек даже на уровне спокойствия, вспоминая о том, чтобы поговорить с близким человеком, который уходит, это вызывает опять новую волну боли. Потому что у человека есть три сферы жизни. Одна сфера находится внутри нас, и там спокойствие наступает, первая стадия. Вторая сфера жизни в отношениях с близкими людьми, это наша жизнь тоже, но она уже менее контролируема нами. Это более глубокая сфера нашей судьбы. И я на второй стадии победы над судьбой, думая о Боге, отвлекаясь от своей жизни, в конце концов, превоплажу к тому, что я могу без волнения начать общаться с этим человеком, который меня бросает. Это значит, вторая стадия пришла. Я с ним разговариваю. Обида, злоба, страдания, несчастье не захватывают меня. Я чувствую, что я могу с ним говорить по-доброму, несмотря на его поступок. Поднимите руку, у кого уже это произошло. Вы так можете. Но при этом вы еще не вместе. Поднимите руку. Вы не вместе, но можете так делать. Вы, значит, уже почти все прошли. 60% победы уже есть. Осталось всего 30. Сейчас объясню, что это за 30. Следующий круг жизни достижим также скачком. То есть, вроде бы все хорошо у тебя в жизни, почему она ко мне не возвращается? Потому что есть еще третий круг жизни. В этом третьем круге точно так же ты молишься, думаешь о Боге, забываешь про свои проблемы. И когда ты вспоминаешь уже самого близкого человека, сначала в памяти о нем ты успокаиваешься, начинаешь видеть хорошее в нем. А потом ты начинаешь чувствовать, что он поменял свои представления о тебе. Вот это и есть чудо. В этот момент у него вспыхивает совесть в сердце. Потому что когда судьба наваливается, время наварится, она закрывает совесть. Бог не может там действовать лично. Его энергия, время не действует. Она закрывает совесть, человек становится бессовестным. Ему жена говорит, ты что бросаешь нас? Ты посмотри, это твои родные дети, я твой родной, близкий человек. Я тебе ничего плохого не сделала. Он говорит, я влюбился. Ну что тебе, вот теперь мы не нужны? Он говорит, ну если честно, то нет. Почему? Потому что закрыла, затянулась пеленой. Время затянуло, его контакт с женой. Можно пробить дырку с помощью молитвы. Если человек думает о Боге, он проходит вот эти три круга жизни, то дырка пробивается, и у него вспыхивает совесть опять. Он начинает чувствовать, что он совершил плохой поступок. его потом начинает тянуть уже дальше назад. Система ясна? Все в наших руках. Самая сложная какая стадия? Сейчас я вас буду немножко обманывать вопросом. Самая сложная какая стадия? Первая, вторая или третья? Видите, я вас обманул вопросом. Потому что я так спросил, чтобы вы точно на него правильно не ответили. Какая стадия самая сложная? Самое сложное начать это делать, мои хорошие. Все остальные стадии несложные. Самое сложное здесь рано утром перед алтарем. Вот это самое сложное. И время же вам говорит, не садись. Как оно говорит вам? Она говорит, у тебя меня нет. Говорит, у тебя нет времени садиться. Нет. Причем интересно, смотрите. Я отвечу на ваш вопрос. Смотрите, интересно. Если вы влюбились в кого-то, у вас есть время на свидание сходить? По-любому. Правда? А с утра молиться нет времени. Замечательно. Видите, и оказывается, проблема не во времени, а в необходимости, в потребности в этом. У нас нет знания, что нам это поможет. У нас нет глубокого знания. У нас есть теоретическое знание. Поэтому я вот люблю что-то делать в жизни. А это я как-то не привык, не знаю. Поэтому единственный способ сделать, начать это делать, это самый сильный, правильный, революционный способ. Это в отпуск, когда у вас будет отпуск, съездить куда-нибудь рядом с монастырем, пожить. Просто приехать, пожить. Придет время, вы пару дней там оклемаетесь, потом начнете ходить на программы духовные, втянетесь, и в какой-то момент вам захочется пойти помолиться. Сто процентов. Потому что всегда люди связаны друг с другом. Идет влияние. Это влияние может найти, прийти и к вам, и такой отпуск будет самым важным в вашей жизни. Он окажет на вас колоссальное влияние. Я вас уверяю. Ваш вопрос? Давайте с под микрофончик. Микрофончик. Сейчас мы будем обсуждать. Сначала сделали утверждение, что очень страшно, когда близкие встают на путь самосовершенствования. Всем очень страшно. Сейчас она это подтвердит. Время молитвы, да, с утра? Да. 5-6. А если бы вы, допустим, просто встали утром и делали что-то другое, вы бы не мешали, правда ведь? Не мешали. То есть вы должны спать ночью? Да. Даже если не молитесь, все равно мешает. Да. Может он, у него чувствительный сон может быть такой просто. В одной у вас однокомнатная квартира? Да. Кухни нет? Есть, но она не будет, а так можно уже мешать. А можно шторки повесить? Нет. Шторки не получается на кухне повесить? Нет. Почему? Они ему тоже мешают? Слушайте внимательно сейчас, смотрите. Сейчас мы будем учиться жить с вами. Вот смотрите. Три стадии приближения к победе над судьбой. Отсутствие возможности побеждать. Что значит? Это значит, что моя судьба вышла из меня. И во всем виноват не я уже, а кто-то другой. Это значит, что ничего сделать невозможно. Все. Безвыходная ситуация. Вы, вы, вы сейчас успокойтесь. Я ведь сейчас не пытаюсь решить, кто прав, кто не прав сейчас. Мы с вами изучаем, как побеждать судьбу. На вашем примере. Не волнуйтесь. Сейчас мы вернемся к вам. Судьба выходит из, внутри меня всегда. Да, она закрепляется в ком-то другом. Самый лучший способ ей сделать так, чтобы я ее никогда не победил, это если я поверю, что этот человек мешает мне жить. Если я поверил, все, победить судьбу невозможно. Потому что она находится не внутри меня. Он во всем виноват. А я же не могу его за уши как бы заставить жить, как я хочу. Правда? Это невозможно. Получается замкнутый круг. Таким образом, для того, чтобы судьбу побеждать, нужно еще три этапа пройти до этого. Первый этап во время духовной практики, которую надо совершать там, где ты можешь. В трамвае, в автобусе, на работе, в перерывах, где хочешь. Потому что придет время, и ты сможешь дома, без всякого сомнения. Вы увидите это. Увидите. Я проходил этот путь тоже в свое время. У меня мама, она настолько сильно переживала, что она поверила одному психиатру, что я сумасшедший. И как бы в это время я изучал вообще очень сильно глубоко этот мир. Я, например, пытался осознать себя во сне и пытался как бы понять, что там делать, как жить. Там было много смешных историй даже. Я сначала научился сидеть во сне. То есть я лежу, но сам садился в тонком теле. Потом я научился вставать во сне, ходить по комнате. Потом я научился подпрыгивать во сне. Потом научился летать. Потом я научился вылетать из дома и при этом не попадать в другое пространство, а оставаться в этом пространстве, в котором... Потому что человек, когда стенку какую-то преодолевает во сне, он может уйти вообще в другое пространство и не понять, куда он попал. Я научился оставаться в том пространстве, в котором я нахожусь. То есть я жил на девятом этаже, я вылетал на улицу и видел улицу в это время. Потом мне стало интересно, чем занимаются соседи. Я был юношем, мне было 19 лет, мне было интересно, что они там делают по ночам. Начал летать, залетать в окна, смотреть. И потом мне стало скучно, я начал пугать их. Залетают, человек спит, и он в раз, просыпается, видит меня, пугается очень сильно. И одна бабушка, женщина, вот тогда я впервые столкнулся с Богом. Она взяла меня, перекрестила. У меня пропало всякое желание летать больше лет. Засыпал, как бы, осознавал себя во сне, у меня была какая-то пассивность. Я думал, что-то не хочется мне больше этим заниматься. Представляете, как интересно. Я вот так жил, все это изучал. И параллельно я не ел мяса, постился по три дня, купался в проруби, бегал босиком по снегу. И иногда молчал целыми днями. Я это делал, потому что я хотел победить судьбу. Я не знаю. То есть у меня было такое чувство, что я должен был это делать. Вот. Чего вы привязались к этому сну? Вам не надо это делать. Это не та практика, которую я вам рекомендую. Я сейчас вам рассказываю, как я с ума сходил. Меня вовремя остановили. Потому что, когда человек пытается осознать себя во сне, он может оказаться неожиданно в домике неизвестного архитектора. И там таких же, как он, тоже будет много. Братьев по разуму. Будьте осторожны. Не лезьте в то пространство. Это опасно. Итак, я сейчас вам рассказываю про мои отношения с матерью. Чтобы вы поняли, что ничего нет здесь удивительного. Все одно и то же. Вот. Она, когда все это видела, она очень волновалась. Очень сильно волновалась. Она сходила к одному психиатру. И так говорит, это шизофрения. Шизофрения, сто процентов. Она говорит, пригласите ко мне своего сына. Я пришел ко мне, и она говорит, у тебя сны цветные? Цветные сны – это признак шизофрении. Ну, диагностический такой симптом. Я потом в институте изучал. Я говорю, не просто цветные. Я во снах живу. Она говорит, замечательно. Прекрасно. Вот. И поставила мне диагноз. Я хотел поступать как раз в медицинский институт. А с диагнозом с таким не берут в медицинский институт. У меня возникла серьезная проблема. Я поехал к главному психиатру города с мамой. И начал ему объяснять, чем я вообще занимаюсь. Я говорю, вы меня выслушайте. Вот эта женщина поставила диагноз, она меня не выслушала. Он смотрит на меня, вроде нормально. Он такой добрый мужик, такой сел, он говорит, я тебя слушаю. У нас есть 15 минут. У меня был очень занятый человек. Я ему начал подробно рассказывать, что я делаю, чем я занимаюсь. Он послушал меня, послушал. Говорит, слушай, есть одна проблема. Я говорю, какая? Он говорит, ты ни к тому психиатру попал. Говорит, все нормально, занимайся, изучай этот мир. Я тоже этим занимаюсь. Никому не рассказываю. Съездил, говорит, к моему другу в Самару. Это как раз при институте, при медицинском, психиатрическая больница. Он тебе снимет диагноз. Поговорит с тобой, понаблюдает за тобой. Я приехал, мы с ним пообщались, все. Он говорит, супер, давай учись, будь врачом. Снял диагноз, все. Таким образом я дальше начал развиваться. Мама потом в очереди встретила эту женщину через много лет. Когда она сама уже стала вегетарианкой, моему, начала молиться. Вот. И эта женщина, она узнала мою маму, говорит, ну как твой психический поживает? Она говорит, нормально поживает, но он не психический, он нормальный человек. Вы для него тоже сейчас психическое. Потому что любые изменения сознания человек воспринимает, ну обычный человек нормальный, как очень опасную вещь. Очень опасную вещь. Все люди, которые встают на путь духовного развития, они все необычно выглядят. И это касается, кстати, также тех людей, которые находятся в классической духовной традиции для России. И, допустим, вы православные, тоже все воспринимают с опаской. Люди боятся. Люди боятся, когда люди кто-то погружаются в веру. Если ты просто как бы обычно, ну, считаешь, что ты верующий человек, главное не погружаться в это слишком сильно. Не надо слишком много молиться, не надо посты соблюдать. Если ты начинаешь это делать, все боятся начинают. У тебя куда-то потянуло. Зачем ты туда полез? Не надо там туда лезть сильно. Таким образом, это общая тенденция, потому что есть три типа состояния разума. Есть разум, который меняет силу, деградирует, ослабеет. Такой человек, когда... Спасибо вам большое, спасибо. Такой человек, когда у человека ослабеет разум, то все близкие очень сильно беспокоятся. Он спивается, начинает гулять. Несет всякий бред. Все беспокоятся. Почему? Потому что они теряют человек. То же самое происходит, когда у человека разум начинает развиваться. Причем человеку обычному отличить очень сложно. Он развивается разум или деградирует. Потому что человек, у которого развивается разум, он становится очень странным. Особенно, если он развивается без присмотра. Самый лучший способ, чтобы ваш разум развивался под присмотром наставника. И желательно уже, чтобы в какой-то духовной традиции вашей... К мне одна женщина подошла и говорит, Олег Геннадьевич, какую мне выбрать традицию духовную? Я говорю, вашу. Она говорит, тогда понятно, спасибо. Слушайте, слушайте дальше. Это важная тема, я ее развиваю сейчас. Итак, смотрите. Проблема заключается в том, что это естественно для человека бояться изменений в разуме у близкого человека. Потому что изменения в разуме меняют всю жизнь полностью. Начиная от друзей и заканчивая отношением к себе, отношением к этому миру. Все меняется полностью у человека. И у близкого человека вашего при этом таких изменений не произошло. Что это значит? Это значит, что между вами возникла стена. И это ваша проблема, если она возникает. Потому что вы должны знать, что будет дальше, если вы пошли этим путем развития разума. Вы должны знать, что будет дальше. И поэтому вы не должны усугублять ситуацию. Ваш муж представляет вашу прошлую судьбу. У человека не должно быть противоречий между будущим, настоящим и прошлым. Нужно, чтобы все было гармонично. Если человек пытается себя отрубить от прошлого, он в результате теряет себя. Он теряет семью, мужа, детей. Все начинают злиться на него. Он становится изгоем, такой человек. Поэтому в этом случае, когда близкие люди не принимают ваше развитие, это естественно и нормально. В этом случае нужно понять, что принятие приходит через любовь. Если вы будете больше заботы, больше ласки, больше внимания проявлять своему мужу и стараться не вызывать в нем вот эту вот тляску психическую, потому что понятно, что его не мешает ему то, что вы просыпались. Вы до этого просыпались. У него правда чуткий сон. Его мешает ваше занятие. Он боится за вас. Вот и все. Поэтому он просыпается, не может заснуть. И он лучше стал принимать больше вас в этом. Видите, все меняется. Вы поймите, что это нормально. Было бы хуже, если бы он сказал, да, делай, что хочешь. Значит, он вас не любит. Нужно просто понять, что любовь растворяет вашу прошлую карму. Пытайтесь понять, что проблема находится внутри вас. Заберите проблему из него себе. Поймите, всегда пытайтесь понять, что это не он вас мучает, а ваша судьба. Потому что вы не достойны пока еще выйти путем развития разума. У вас есть еще прошлые поступки. Они говорят, погоди, ты же нам, как мы хотела жить. Куда ты полезла? Мы тебя сейчас будем держать в своих руках. Когда человек из криминального мира уходит, ведь то же самое происходит. Знаете об этом? Нет? Им говорят, если уйдешь, перо в живот, или ты с нами, или помрешь. Вот его не надо никуда подтягивать. Ради Бога, пожалуйста. Не надо его никуда подтягивать. Человек развивается вполне естественно. Кто из вас чувствует, что я вас куда-то подтягиваю? Видите, оказывается, я никуда никуда не подтягиваю. Говорите по-доброму и скромно. Потому что говорить можно по-разному. Ты знаешь, у меня такой образ жизни возвышенный. Знаете, некоторые люди боятся очень, когда человек наберет на себя слишком сильные обеты. И этот страх оправдан. Потому что, когда человек берет на себя обеты слишком сильные, духовные, есть одна большая, серьезная проблема, которая с ним может произойти и скорее всего произойдет. Когда он почувствует в себе духовную силу, неопытный человек сразу же начинает себя отделяться сначала от других людей, а потом сравнивать. и человек, почувствуя себе духовную силу, он начинает естественно пренебрегать, не любить тех, кто не имеет эту силу. Например, вы бросили курить, ваши друзья курят, они стали для вас неприятными людьми сто процентов. Вот это ощущение, когда человек, совершая аскезу, избавляется от какой-то плохой черты характера или приобретает какие-то более возвышенные свойства в своей жизни, пренебрегая другим людьми, это называется гордость. Запомните, это гордость, которая преследует человека на пути его развития и является самым опасным разрушителем жизни. Я видел много примеров, когда люди чуть-чуть просто изменяли свою жизнь и рушили все отношения со всеми родственниками. Это страшно было, это очень было страшно видеть. Поэтому в этой теме развития разума этот аспект является одним из самых важных. Поймите, что развитие разума означает, что вы больше понимаете своего мужа, больше его любите, больше принимаете, больше цените и больше терпите то, что он вас недопонимает. Вот это и есть развитие разума. А достигать каких-то ограничений, каких-то других методов питания и так далее, это все является опасной деятельностью, которая может привести к очень сильным разрушениям отношений и всего прочего. Потому что все в судьбе человека должно быть естественно. Вот вокруг меня сейчас нет ни одного человека, который бы не понимал, что я делаю. Ни одного. это касается также дальних родственников, а также тех родственников, которые меня давно не видели. Можете себе представить, что это так? Потому что я уже занимаюсь давно работой над собой. Я сейчас вам расскажу один уникальный случай в своей жизни, который вас сильно вдохновит. У нас с родственниками не принято слишком близких отношений. Так вот в моей родне так получилось, нету действительно близких связей. Потому что у всех очень тяжелая жизнь, многие семьи разрушены и нету таких глубоких отношений родственных в моей семье. и у меня есть, у моей мамы есть брат, и его, у него есть двое детей. Я с ними виделся еще в детстве только. Моя двородная сестра меня видела всего один раз в жизни, когда мы были детьми. Она младше меня на семь лет. И она сама нашла меня и начала со мной общаться. И сейчас у нас с ней очень глубокие близкие отношения. Как это произошло, я вам расскажу. Она начала слушать лекции, потому что у нее не получалось семейной жизни. Ей дали мои лекции послушать. В Израиле. Она жила в Израиле, дали, живет в Израиле, дали послушать мои лекции. Она начала слушать мои лекции. Ей очень нравились лекции. Она забыла, как меня зовут. То есть она знала, что это Олег Геннадьевич Тарсунов читает лекции. Но как меня зовут, ее родственник, она забыла уже в это время. Потому что не было отношений. И она смотрела видео, когда я читал лекции. Она смотрела видео, смотрела, думает, очень сильно похож на дедушку. На меня думает, сильно похож на дедушку. Наверное, это наш какой-то дальний родственник. И она послонила папе и говорит, ты знаешь такого человека? Он говорит, так это твой брат. Она говорит, я хочу с этим братом познакомиться. Так мы с ней познакомились. Заново. Представляете, даже такие вещи происходят, когда человек работает над собой, даже дальние родственники начинают менять свою жизнь. Какое возможно? Не то, что близкие. Это все со временем происходит. Когда я начинал работать над собой, никто меня не принимал. Меня в институте считали не от мира сего. Мягко так сказано. Мягко. Не от мира сего. И было за что считать. Потому что я ходил в одном пижачке, черненьком такой, как сейчас, помню, пижачке, зимой. Я случился в Самаре. Было 30 градусов мороза. Тогда было холоднее в то время. Пиджачок просто. Я прихожу. И я перед институтом обливался ледяной водой, делал зарядку. И у меня волосы покрывались льдом. Вот так вот. Я заходил в институт, в корпус института. И у меня еще минуты две на голове был лед. Как бы... Все знали, кто это такой. Понимали. С участием относились ко мне. Сейчас все, кто меня окружает, меня любят, ценят и считают, что я все правильно, нормально делаю. Больше того, те люди, которые имеют другое представление о жизни, не я не раздражаюсь им, не они не раздражаются мной. Я уважаю всех, кто бы что не ел, кто бы не говорил. Как бы... я нормально чувствую доброе отношение ко всем. Потому что отсутствие доброго отношения означает гордость. это мои проблемы. У вас есть гордость по отношению к вашему мужу? Вы ведь лучше его, правда уже? Нет? Здорово. Вот у этой женщины, семья будет процветать. сто процентов. Слышали ее ответ? Она сказала, нет, она точно, мне очень много рассказов, он хороший человек. Все. Это значит, что не все в жизни будет хорошо. Несмотря на то, что она развивается, она любит своих родственников, скромно к ним относится, не считает себя лучше. Это признак правильного развития человека. Но если вы уже возвысились, рядом с вами грешники живут, знайте, что у вас уже с мозгами что-то не то пошло. Это сто процентов. Да, ваш вопрос. Здравствуйте. А почему бывает вот так не всегда получается вставать в 5 утра? Можно, например, месяц вставать, а потом какой-то свой вставить и не получается вставать в 5-5 утра? Потому что воля человека движется волнами в жизни. Когда время наваливается на человека, первое, что оно делает, оно забирает волю. Время, когда наваливается, сначала забирает волю. Вот бывает такое, что человек занимался зарядкой, он взвел здоровый образ жизни, время навалилось на него, забрало волю, он перестал заниматься, потом заболел хронической болезнью. Когда человек болен, ему еще тяжелее заниматься, потому что болезнь мешает и так далее. То есть, время ограничивает возможность сражаться с собой. Оно действует как враг. И поэтому неопытный человек, он делает две ошибки. Первое, он бунтует, это первая ошибка. Когда время наваливается, он не встал рано, он начинает бунтовать и думать, я что-то, я не могу встать, что такое, в чем дело. Он начинает бунтовать и теряет силы, воли еще меньше становится, и потом он думает про себя, я не способен правильно жить. Такой вывод он делает. Потому что первая ошибка была сделана, потом делается вторая. Как же вести себя по отношению к времени? Если вы не можете встать рано, надо зафиксировать этот факт и понять, что время навалилось на меня сейчас. Для меня нужны дополнительные какие-то силы для того, чтобы вставать раньше. Но прежде, чем так подумать, нужно сначала понять, ты уставший или нормальный. Вот эта вот граница между усталостью и нормой являются главным критерием раннего подъема. Вот допустим, я когда приезжаю с месячной поездки, я приезжаю домой, меня расслабляет сильно. Я сплю первый день после этой поездки 10 часов, второй день 8 с половиной, только на третий день я выхожу на норму на свою 7 часов в день и встаю рано уже. Я знаю, что если я сделаю по-другому, то мой организм будет ломаться. То есть, видите, очень важно также не быть фанатиком раннего подъема, а четко понимать, что с тобой происходит в это время. Когда ты уже сильный внутри, ты можешь балансировать собой, не разрушая свое здоровье. Сколько вы спите по времени? вот 7 для вас это уже нижняя граница нормы, надо спать 7 с половиной. Если вы поздно легли, через 7 с половиной часов вставайте. Если вы легли позже, чем 5, вы не можете уже в 5 вставать, надо вставать чуть позже. Понятно? Будьте осторожны в насилии себя. Я вам расскажу один случай, который со мной произошел в детстве, когда я только учился работать над собой. я решил поститься. Я прочитал книжку Поля Брега, это было подпольное издание, распечатка, мне оно попало. Тогда подпольное издание получить в то время это было большое счастье. Я был очень счастлив, что я получил секретную литературу. Поля Брег, как бы чудо голодания называется книга. Я начал чудеса голодания вытворять. Мне было 14 лет. сначала я начал поститься по суткам, сутки в неделю. У меня пост дошел до трое суток. Другими словами, я был растущий организм, молодой парень. Я себя морил голодом и в какой-то момент я заметил себе такую интересную вещь. Я не мог уже сдерживать свое желание кушать. С каждым днем поста я все больше и больше думала еде. И в какой-то момент я так сильно начал думать о еде, что эта сила моих мыслей стала сильнее моей воли. Я просто пошел на кухню и наелся. Потом, когда я наелся, у меня воля опять вспыхнула. Я подумал, не тут-то было. и пошел вырвал это все по пальцу в рот. И потом, когда я вырвал, у меня опять возникла жуткая мысль о тебе иди кушай. Я опять покушал, потом опять вырвал. Благо, у меня организм был молодой, он это все вытерпел, эту экзекуцию. И потом, я сел к себе в комнату на кровать, сижу и думаю, что-то не то. И в этот момент я понял, что желание кушать, оно копится в организме. Копится. И поэтому те люди, которые, не меняя свою духовную платформу, искусственно голодают просто ради похудения. Что дальше с ними происходит? Желание кушать копится у них внутри, копится, когда они голодают. И потом начинается отжор. Такое слово русское, но неологизм. Отжор начинается. То есть они все, что они проголодали, наедают и может быть еще и больше наедают. Понимаете, в результате эти люди становятся толстыми. Поэтому голодание не является методом похудания. Это неправильное мышление. То есть голодать оказывается, мне, мой наставник, у меня был такой интересный случай, был день, который рекомендуется для поста. Я подошел к нему и говорю, можно я насухо буду поститься в этот день? Он посмотрел на меня и говорит, можно, но когда ты пропастишься насухо, дальше я с тобой еще раз поговорю, и тогда я тебе точно скажу, нужно тебе насухо поститься теперь каждый раз или нет? Я пропастился насухо, и он меня спросил, ты в этот день гневался больше, чем обычно или нет? Обижался больше, чем обычно или нет? ленился больше, чем обычно или нет? Думал больше, чем обычно о пище или нет? И я отвечал, гневался, ленился, обижался, думал. Он тогда сказал, нет, тебе не нужно это делать, тебе нужно ограничиться просто тем, что ты можешь допустим сделать диетическое питание в этот день, то есть не полный пост, допустим, а просто монодиета, какая-то там поесть, яблоки допустим или еще что-то, но ты не должен насухо поститься. Почему? Потому что ты себя не контролируешь, потому что если человек постится и он себя не контролирует, значит, эта аскеза выше его воли, это значит, что он будет разрушать свою жизнь таким постом. Понятно, да, систему? То есть человеку надо выбирать такую аскезу, которая не выводит из его издейственного уклада жизни. Например, я знаю одного своего знакомого, он решил вставать в 4 утра, читал молитву, а потом ложился спать. Конечно, после молитвы, молитва это тяжелый труд психический. Можно отдохнуть там минут 10, но не завариваться на 2 часа спать. Там 20 минут можно отдохнуть. Понимаете разницу между отдыхом и сном. Почему он ложился спать? Потому что это для него слишком раннее время, он вставал в 3-4 утра. Так он не должен вставать. Поэтому он ложился спать, что он разрушал свою психику. Это не развитие разума. Человек, чтобы развивать разум, он должен всегда быть в балансе психическом. Он не должен себя истязать больше, чем это выводит его, если это выводит из равновесия, это не его аскеза. Надо рассчитывать свое развитие на длительный срок. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА